Шалом-шалом! И с вами я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Братская любовь. Тора нам рассказывает о том, как Всевышний услышал вопль еврейского народа и раступилось море. Позже Итро подходит к подножью горы Синай. На самом деле, братская любовь, почему именно эта глава и этот отрывок Хитоса называется «Братская любовь?» Потому что любую любовь, отдачу, благополучие, которое происходит в нашу сторону, мы должны сразу начинать сравнивать с Всевышним. Потому что если мы исполняем его заповеди, если мы в каждой неделе недельной главе, очень часто упоминается Святая Суббота, Царица Суббота, о которой нам рассказывают, что произошло в этот момент. Очень много в последних главах упоминается Итро, потому что он был вождем. Он один из первых таких современников того времени, который начал бороться против вандализма, начал бороться против идолопоклончества. И у него это получилось. И он обрел не только братскую любовь, а и братскую любовь Всевышнего. Поэтому давайте мы, евреи, будем исполнять заповедь, соблюдать Царицу Субботу и получим же эту любовь от Ашема. Браха ватслаха. Всем хорошей недели.